Одним из главных приоритетов реализации идеологии национальной независимости является формирование нравственно-цельной и духовно-богатой личности, обладающей независимым мировоззрением и самостоятельным мышлением, опирающейся на бесценное наследие наших предков и общечеловеческих ценностей. Духовно-нравственное и физическое совершенство личности непрерывно связаны между собой. В Узбекистане руководство страны помогает подрастающим поколению получить всестороннее развитие и поощряет тех, кто добивается высоких успехов в учебе, спорте и искусстве. На днях в Алмалыке были поощрены учащихся городских школ, добившихся высоких результатов в учебе и спорте. С 12 по 17 октября текущего года в городе состоялся второй этап Республиканской предметной олимпиады, которая проводилась среди учащихся общеобразовательных школ. Эта олимпиада организовывается ежегодно с целью выявления талантливых учащихся, повышения их интеллектуального потенциала. По итогам городского этапа предметной олимпиады в текущем 2022-2023 учебном году ребятам из школы номер один удалось завоевать наибольшее количество призовых мест. В связи с этим глава третьего сектора города, начальник ГУВД Джумлидин Моназаров, в торжественной обстановке поздравил 17 учащихся и их родителей и вручил им благодарственные письма и сувениры. Напомним, что 99 учащихся 9-х, 10-х и 11-х классов государственных общеобразовательных городских школ и Бухарской школы стали победителями второго этапа республиканской олимпиады и теперь им предстоит защищать честь города в областном этапе. Не остается без внимания и учащийся школ, которые становятся победителями турниров в различных видах спорта. В школе номер 20 состоялось духовно-просветительское мероприятие, в ходе которого были вручены благодарственные письма и памятные подарки от Хакима города четырем призером международных турниров. Победителю чемпионата мира по Курашу весовой категории 75 кг, прошедшего на Мангане, Халмирзе Хасанбоеву. Победителю чемпионата мира по Курашу весовой категории 58 кг, прошедшим в Ферганской области, Сахибжону Баймаматову. Победителю международного турнира по кикбоксингу в Ташкенте, Шахзоди Артахужаевой. Бронзовому призеру чемпионата мира в Италии по кикбоксингу, Ироди Кахрамоновой. А благодарственные письма от начальника управления развития спорта Ташкентской области были вручены родителям юных спортсменов, а ребятам пожелали новых успехов в учебе и спорте.